Добрый день! Сегодня анбоксинг бюджетной трешки от компании Yonjong Toys. Gone Long. Третья версия. Да, Gone Long еще жив. И вот выпустили версию номер три. Именно Gone Long. Я приготовил здесь просто Gone Long, потом Gone Long Plus. На всякий случай взял MF3 и MF3 RS. Самая удачная версия. Ну, был еще MF3 RS2, но мне не очень нравится. Будем с ними сравнивать. Откроем наш Gone Long. То есть коробочка с микроинструкцией. И вот сам куб. Ну, по внешнему виду он больше всего похож на оригинальный Gone Long. Да? Внешне он точно такой же. Ну, наверное, с ним и придется сравнить. Gone Long Plus имеет такие вот острые уголки. Антифлиповая система. Здесь этого нет. Тогда, наверное, вот это все отложим. Будем с оригинальным Gone Long сравнивать. Не знаю, зачем его выпустили. Если есть Gone Long Plus, не знаю, может, неудачный получился. Я им крутил мало. Что-то такое сказать не могу. Стандартный Gone Long. Ну, классический. Что в ней плохого? Так. Давайте перемешаем разок. Мягко. Комфортно крутится. Чтобы их еще не перепутать. Так. Ну и все. Этот метод хорошо смазанный. Там есть такой настроенный. Мягкий. Честно. Разница во вращении с обычным Gone Long не такая уж и большая. Это все зависит от настройки. Сейчас я заберу старый Gone Long, чтобы иметь какое-то представление. То есть, с чем хорош старый Gone Long? Он дешевый, сердитый. И он работает. Что еще ему нужно? И их у меня достаточно много. Делаем копьем. Так. Ну и заберем новый. Ну, такие ощущения, что он слегка посуше. Но, опять же, это все будет зависеть. Ну, характеризовать его настройку. Кстати, вот в такой настройке. У кого мне сейчас золокопил слегка. Ну, или, возможно, я кривород просто. Почему бы и нет. Вот, рит я делаю регулярно. Обычный бюджетный куб. Я бы не сказал, что это прорыв какой-то в кубостроении. Или какое-то новое слово. Ну, обновили старый Gone Long. Ну, молодцы. Пусть будет. Давайте сравним элементы. Возможно, это просто редизайн коробочки. Строение поменялось достаточно сильно. То есть, в галлонах простой, обычный, простой. Ну, весь такой как бы рубленый топором, но надежный. Этот уже более изящный. Более тонкие детальки. Рельсы. Кстати, рельсы впервые появились вот в этой серии в кубиках MF3, кажется. Да, вот. У MF3 есть рельсы. Ну, и у Gone Long, который плюс, тоже был с рельсами. Кстати, сейчас мы Gone Long плюс тоже, наверное, разберем, дабы сравнить. Зачем это вообще? Уголок. Да. Ножка слегка удлинилась. Более тонкой. Более изящный. Кубы разные. Это радует. Убираем Gone Long. Достаем Gone Long плюс. Кардинально разные. То есть, вот это Gone Long 3, а это Gone Long плюс. Ну, и вторая версия его. Совершенно другое строение. Ну, что-то не там. Переработали. Так. Ну, уголки более похожи. Ну, Gone Long плюс имеет вот антифлиповую систему. У этого здесь нет. Рельсы похожи. Ну, сама юбочка по форме похожа, но сделана немного по-другому. Что сказать? Сделали. Молодцы. Стоит ли бросаться покупать? Не знаю. Сейчас полно неплохих бюджетных кубиков. Любое развитие это хорошо. Ну, ажиотажа, я думаю, этот кубик не создаст. Для картин там вполне подойдет. Ну, или совсем новичкам. Еще можно его раздавать на чемпионатах компании производителя новичкам бесплатно. Давайте еще одну сборочку. Мало ли, что-то сейчас синит. Здесь коробочка достаточно смазанная. То есть, по шуму возможно, чуть тише гуалонга оригинального. по вращению возможно, чуть приятнее. Либо у меня просто хорошо настроенный гуалонг. Ну, как бы не обязательный к покупке куб. Просто хорошо, что он существует. Сейчас уже любые современные кубы позволяют собирать их в районе 10 секунд. Все это зависит от того, умеет ли сам сборщик собирать за 10 секунд. Я пока такого результата не достиг. Там 17-18, редко 12 для меня хорошо. Ну, как бы на любом кубике современном я думаю это можно сделать. Также здесь нет логотипа, как и на обычных гуалонгах на MF3. Логотип есть только на MF3RS. его легко перепутать с обычным гуалонгом по виду. Думайте сами, решайте сами. Брать его совершенно не обязательно. На этом все. Всем спасибо, всем пока. Субтитры Продолжение следует...